Привет! Вот наш прогноз погоды и сегодня у нас экстремальный четверг. Здравствуйте! Настя, расскажи мне, пожалуйста, что у нас сегодня будет происходить. У нас сегодня будет какая-то тусовка, очень крутые лекции и вы узнаете много чего интересного. Там медиций есть, да, у вас будет, чтобы переключать с вами? А тоже с вами, да, человек? Иван, вообще-то, арт-директор. Я с ним и человек. В первую очередь, да, это связано с тем, что многие бренды, они поменяли завод производителей, это, в частности, относится к известным брендам, как Jiro, такие как Brooklyn и прочие. Ну, в принципе, если другие бренды используют конструкцию Hardshot, то, как говорят, там все остается прежним и толщина, по идее, не должна меняться. Потому что есть стандарт, который уже производится там. Что, какая там штучка, что? Типа на скольжение, чтобы он не ударился? А свалился? Да, есть. Ну, если прямой удар проходит, то он тогда раскалкивает. Есть такое. В большинстве брендов используют технологию MIPS. А, вот. MIPS – это аббревиатура, которая дословно на русский язык приводится как тройная конструкция. Это значит, что любой удар приходится не прямо в конструкцию шлема, а как вскользь. Таким образом, сноутбордист гораздо реже, а то, в принципе, вовсе не получает травмы головы. Но надо отметить, что такая технология, она используется только в самых дорогих, в самых топовых моделях. Ну, вот про топовые выводители. В принципе, не нужна. Потому что Rurik – это единственный бренд, который использует в нем нитоновскую жидкость в виде гелевых проставок. Она называется RION. То есть, это гелевые прослойки, которые крепятся к внутренней части шлемника, и они работают следующим образом. Они абсорбируют удар, что значительно уменьшает риск получения не только черепа маклевого травмы, но и самые распространенные проблемы у многих сноутбордистов, гайтеров и донышников – это стрясение боли. Далее идет крепление для декшн камеры, не для Sony, а для Bullbro или генеоточным, козырек, лицевая накладка и сноубордическое масло. Ну, а на самом деле подозрит огромный проект. Юль, расскажи про новшества коротенько с ваших костюмов Альфа-Кир. Слушай, из таких новшеств, если коротенько, мембрана, мы про нее расскажем сейчас, будет интересно. У нас переработан верх, модернизировали капюшон, модернизировали воротник. У нас очень хороший утеплитель, мы про него расскажем, тоже интересная тема. И, в общем, дизайн, у нас новый дизайн, очень крутой, очень прикольный. С усилениями на локтях, на коленях, внизу. Мы начинаем путеть, даже несмотря на то, что антифокусы пролимают. Так вот, инженеры компании РУЖ решили эту проблему в помощи от такой вот насадки. Она... Дима, а теперь ты расскажи нам про новшество ваших альфа-Гировских комбезов. Ага! Да! Супер! Короче, у нас в этом году новая мембрана, у нас в этом году переделанный слегка крой, вернее, не переделанный, он доработанный на основе обратной связи, которую мы собирали в течение всего прошлого сезона. Соответственно, есть изменения, которые качественно улучшили комбинезон. Ну, в целом, детали вы узнаете позже. Всем так супер круто. Я катал такой, она у меня сломалась. Я когда в горах катаю, мне рации накинули, не парит. То есть она... Не терял, не раз? Не, она зацепляется. Ну, я понимаю, что там... Не, там такой крепеж, потом еще на веревочке, она не раз даже не слетала. Потому что там довольно-таки плотно. А когда я здесь катаюсь, когда вот у меня Леха рыбу ловит, а я... Я думала, что дам мне ее пикануть? Тебе Биби Толкин надо. Бери рюкзак. Рюкзак отдалеку. Да, как сказали нам недавно, на каком-то обучении у всех должна быть своя миссия. Мы, блин, мы подумали. Да, и мы думали. Миссия у нас оказалась, на самом деле, очень простая. Мир во всем мире. И развитие кай-спорта в России, казалось бы, несовместимая вещь. Но, на самом деле, чем больше людей увлекается кайтом и другими экстремальным делами спорта, тем меньше агрессии в мире. Тем самым, соответственно, мы делаем мир во всем мире. Чтобы не быть голословным, как мы делаем мир во всем мире, мы, на самом деле, несмотря на то, что мы маленькая компания, да, я не сказал, что все наше производство находится в России, в городе Костромах, в 350 километрах от Росту. Несмотря на то, что мы маленькая компания, мы стараемся поддерживать развитие кай-спорта, именно поддерживая различные соревнования. И в городе Костромах. Я не знаю, как сказать. Потому что презентацию я делал буквально сегодня, а вчера я сюда ехал, приехал в час ночи. Поэтому я просто не вспомнил. Кстати, очень круто, что вспомнил. А вы про ценник так и не сказали. Ценник, вот личный вопрос. Давайте сначала два вопроса. Ценник на комбезы нового сезона 23800. По воде и по всему, но это реально крутая вещь. Антон, отвлекись, расскажи несколько слов про мероприятия и про ребят. Что могу сказать? Мероприятия, я первый раз присутствую в данном заведении, весьма атмосферно. Андрей, тебе респект за организацию, молодец. Ребята делают реально классные вещи. Сам тестирую, соприкатаюсь и все очень нравится. Без задрения совести могу сказать реально качественная продукция. Интересно. Что-нибудь давай вообще. Да как ты меня задачил. Давай послушаем, а позже. Комбинезоны альфа-снаряжение по-русски, то альфа-кир по-английски. Зовут меня Дмитрий, это Юлия. Собственно, начиналось все с кайпа. В году 2015 мы сделали новый кайт. Сами с нуля его сделали. Но по соображениям целесообразности и другим соображениям мы решили, что кайты производить не так легко и просто, как комбезы. Комбезы оказались тоже никакой и не просто, но тем не менее мы решили, что будем производить комбезы. В Сирии гоняли весь день там, то есть там есть возможность куда-то перевести дух. А и на следующей неделе началось некоторое путешествие для закрепления полученных знаний уже непосредственно в море. То есть обучение происходит в лагуне Мармарис, достаточно большой, хорошо продуваемый, но в открытое море мы не выходили во время обучения. Потом мы уже нашли в море, там, конечно, совсем другой сейлинг, там реально волны огромные, тебя колбасит, бьет, булевает у тебя каждую минуту в ведро воды. У тебя карьер 45 градусов, тебя тут придержит за жопу, чтобы ты не свалился в воду. Очень классно. Вот. Четыре дня мы путешествовали, да, то есть каждый день мы переходили каждый раз в новую лагону. Там швартовались на банконе ресторана, там кушали, тусили и с утра выходили в следующую лагон. И крайний день у нас был длинный переход, огромный, порядка 40 миль морских, это порядка 80 км, чуть меньше. Одним днем. Причем мы стартовали в 5 утра и приехали, точнее, пришли в пункту Мармарис, соответственно, в 8 вечера. Бролд Рич, Старбот ТАК. Что? Ты такой, так, Старбот ТАК, это значит другой Гаусс. Бролд Рич, значит, это Бакштаг. Вот эта каша в голове, она очень мешала. Я бы кучу времени потратил, чтобы не выучить, это был прям геморрой. Вот. Но сейчас выучили, в принципе, проблем нет. То есть ближе к отцу ориентировались достаточно. В случае был куча всяких мест интересных в Турции. Значит, мы из Мармариса стартовали, вот наши лагуны, в которых у нас проходила вся практика. Вот. Потом у нас был выход в море. Мы зашли до одной лагуны, здесь и ночевали. И в штабы, кстати, вот здесь, в моторе проводили. Вот. Потом дошли до этой лагуны. Здесь какая-то очень крутая старинная крепость. В общем, там есть еще некоторая культурная программа для кучи. У нас этаж был пять человек, соответственно, один рулевой. Один стоит на мейншит, как это называется. На русский это город ошпот, по-моему. И другой человек стоял, соответственно, два на лебедке, другой здесь, четвертый здесь, пятый курил бомбом. И мы крутились, да? То есть стоит рулевой где-то час. Вот. Потом он идет на лебедку с такселя. Тот курил бомбом встает на другую лебедку с такселя. Ну и так далее. Все комплей. Поэтому на каждом посту отработало практически все, что было. Внутри она выглядит... Ну, это вот сам по себе бомбит. Вот ручка управления двигателем. То есть здесь все есть. Что мне порадовало, кто не был на яхте, это приборы. На самом деле такая тупая штука. То есть на яхте нет приборов, в принципе, нахрен. А здесь все есть. То есть он сам считает, мой выпильный ветер. Куда он дует? В какую сторону курусов? Куда нужно увалиться, чтобы что-то там добавить? То есть он сам все считает. Как это было с технической точки зрения? И какие необходимо провожать усилия для того, чтобы стать капитаном? И как происходит процесс? Миша, расскажи сегодня вечером о твоем выступлении. Рассказал про опыт и подводные камни сейлинга. Про то, сколько это стоит. Про то, что было непросто. И про то, чем мы вообще там занимались. Ну, конечно, получилось интересно, было куча вопросов. Ну, еще немножко побольше информации. Сколько ты прокатился на своей яхте? С кем? Мы прошли суммарно порядка 250 миль. У экипажа было 5 человек. И знакомый был один, Фил. Мы ходили 14 дней. Крайние 4 дня у нас был переход порядка 120 миль суммарно. О, отлично, спасибо.